Сегодня я хочу рассказать о том, как на примерах судебных решений, как все-таки зафиксировать доказательства. В тот момент, когда происходят инциденты, он зафиксирован. Ну, немножечко грустно вначале, да, статистика, из которой видно, насколько у нас выросли внутренние корпоративные мошенничества, преступления и много различных инцидентов, с которыми сталкивается любой предприниматель. И это не просто так, поскольку увеличивается бизнес, меняется реальность и меняются подходы и к защите, но в том числе и к оформлению того, что было установлено службой безопасности. И не зря приведены были те цифры, поскольку за последние два года по всему миру, правда, жертвами корпоративных мошенничеств и экономических преступлений стало более 5000 предприятий, которые понесли ущерб от разных видов преступлений в размере 42 миллиардов рублей. И мы это прекрасно понимаем, что это то, что попало в статистику. Посему я вынуждена, для того, чтобы было понятно на примерах, как же нам оформлять в доказательство полученную информацию, маленько, быстренько, кратко теорию, иначе мы не поймем примеры. Основной постулат, доказательства, да, должны быть допустимыми, относимыми и достоверными. И если проотносимые нам понятно, да, в Киеве Бузина, в огороде Дядька, тут все разберутся, достоверными, очевидно, да, любой документ должен быть подписан надлежащим лицом, бесподельной подписью и так далее, то с допустимыми всегда сложнее. И именно вот здесь случаются те проколы в судебных процессах, в уголовных делах, где вот недоработали, и вроде бы все было по факту понятно, но не оформили так, как надо, и доказательство стало недопустимым. Запомним, допустим, из доказательства строго формализованное правило, которое предъявляется к источнику доказательства, к способу сохранения в нем информации и его процессуальной форме. По источникам доказательств, да, в первую очередь, самое большое значение, и это я потом продемонстрирую на судебном решении по конкретному делу, важно в локальных нормативных актах очень четко разделить служебное и частное, что у нас является, да, как бы, что является рабочим временем, есть ли возможность вести частную личную жизнь на рабочем месте и так далее. Кроме того, мы должны понимать, что право распоряжаться информацией работодателя нельзя никому, и об этом работодатель должен предупредить каждого работника и, соответственно, получить его подпись по этому поводу. Ну и, естественно, как отдельный инцидент, наверное, можно говорить в этой аудитории, разглашение коммерческой тайны. Помимо любой информации, у нас есть коммерческая тайна, но четко должно быть сформулировано в нормативных актах, что храняется, что является коммерческой тайной, и должны также быть ознакомлены сотрудники с этим делом. Ну и основным источником доказательств у нас являются внутренние служебные проверки. Кто их может проводить? Если мы это не оформим, если это будет не то лицо, о котором сейчас я буду говорить, все материалы служебной проверки будут недопустимыми доказательствами. Итак, это, в первую очередь, уполномоченные работники проверяемого лица, то есть назначается определенная комиссия, определенный состав людей, которые могут проводить эту служебную проверку. Человек не поименован в приказе на значение служебной проверки, если он что-либо сделал, взял у кого-то какие-то объяснения, эти объяснения будут недопустимы. Адвокаты – это единственные субъекты в нашей стране, которые помимо правоохранителей наделены правом сбора доказательств, правом проведения опросов лиц, их согласия, ну и, соответственно, оперативные сотрудники правоохранительных органов. Так вот, делая вывод отсюда, если мы не берем правоохранителей, не вызываемых к себе, потому что вызываемых к себе в определенных случаях, проводить служебную проверку могут либо уполномоченные на это лица и адвокаты. Из того, что я сказала, мы выводим формулу, очень простое доказательство – это способ сохранения информации и его процессуальная форма. Служебная проверка назначается по приказу руководителя, ну, либо одного из руководителей, у которого есть такие полномочия. Им определяется состав лиц, ее проводящих, так называемая комиссия, либо там как-то иначе. И в материал проверки мы собираем письменные доказательства, так называемые, любые документы, подтверждающие то или иное нарушение, не буду говорить про право нарушения. Вещественные доказательства – это вот те диски, на которые мы, допустим, записываем информацию с видеозаписи, аудиозаписи. При проведении проверки мы их записываем на диски, это наши вещественные доказательства. Заключение специалистов, экспертов, которые могут понадобиться в ходе служебной проверки. Вот, например, в деле, которое вела наша коллегия, мы столкнулись с тем, что обнаружили, ах, обнаружили, что недоплатили таможенных платежей более чем на 100 миллионов рублей. А как так случилось? А вот как так случилось? Ну и почему это произошло? Нам действительно пришлось привлекать и работать совместно со специалистами и аудиторами, да, финансовые делали экспертизу, и со специалистами в таможенном деле, которые все-таки смогли высчитать сумму неуплаченных таможенных платежей и бегом-бегом-бегом бежать, чтобы не было административного дела и штрафов. Соответственно, в материалы служебной проверки мы укладываем материалы фото и киносъемки, аудио-видеозаписи и, то, о чем я хочу сегодня больше говорить, зафиксированы DLP-системами инциденты. То есть они являются составляющей материала проверки, но они должны быть оформлены надлежащим образом, чтобы считаться допустимыми доказательствами. Конкретное дело, на примере которого я хочу пояснить. Стандартная ситуация, да, у нас отправлено сообщение, содержащее банковскую тайну, и это зафиксировано DLP-системой, и подтверждено актом по факту выполнения копии с экрана. Довы до работника, как всегда, да, это не я, это не я. То есть он говорил о том, что мне было доказано работодателям, что информация была использована тем лицом, которому он ее отправил, а также он говорил, ну да, с моего почтового адреса, но это не я. А доказательства работодателя, который проиграл в этом деле, предрешая исход дела, было представлено, да, факт использования программного комплекса. Да, они рассказали в суде, для чего был использован, для каких целей служит этот программный комплекс. Служебную записку начальника отдела информационной безопасности, записку директора, который инициировал, видимо, проверку, и акт о результатах служебного расследования. Они в этих документах не сделали лишь одного, что об этом доводе я пропущу, да, через слайд расскажу, что же они там не допустили. Но по первому доводу работника, что не доказано, что информация была использована, компанию удалось отбиться, ну, за счет собственных сил, за счет нормативного акта. Вот есть совершенно потрясающий, да, документ, который, смысл, который сводится к тому, что если сообщение было отправлено на адрес, который считается рабочим, то считается априори, что это сообщение получено. И, да, и нельзя говорить, что никто не читал, отправили. В то же время провайдер подтвердил, что, да, адрес электронно был рабочий, хотя он позже был удален, и этот довод им удалось опровергнуть, но суд не поддержал работодателя по второму доводу, что не доказано, что это я отправил. Действительно, материалы внутренней служебной проверки не содержали доказательств того, что сделал именно он. Инцидент зафиксирован, но не было вот этой связи, не было доказательств тому, что это сделал работник. Был допрошен свидетель, который очень как-то так обтекаемо рассказал, что он видел этого человека, но поскольку они были лично незнакомы, он и не заходил в кабинет, и не видел, когда отправлялось это почтовое отправление. И суд отказал, принял сторону работника, признал его доводы достаточным для того, чтобы удовлетворить его требования, которые оспаривал действия работодателя. Тем не менее, вот этот первый вывод, вот выводы суда, о чем я говорила, основанные на ответе провайдера и соответствующей нормативном акте, было сказано, что неважно, не имеет значения, факт прочтения третьим лицом почтового отправления. Если отправил, утечка произошла, да, вот на вашем сленге. Неважно, читал кто-либо это сообщение или нет. Так вот, суд сделал вывод, что да, не было установлено, что именно это лицо отправило сообщение третьему лицу, потому что суду не хватало, простите, лица, лица, да, его не видел лицо, того лица, которому это было отправлено. Современная DLP-система, наверняка вам известна, уже настолько достигли своего развития, что могут фиксировать в момент инцидента отправителя. И чаще всего встречающийся довод, что это не я, сейчас достаточно опровергнуть, но именно вот просто вот так вот, да, вот сделать скриншот со своего экрана недостаточно для того, чтобы это было доказательством. Сейчас вот я как раз и расскажу. Прямо по порядку. Вы должны в акте, который составляет за членами комиссии по проведению внутренней служебной проверки, в акте зафиксировать весь свой путь вот к тому окончательному, да, вот виду экрана, где у нас зафиксировано лицо. То есть вы, составляя акт в присутствии двух членов комиссии, еще описываете прям полностью свой ход, и туда же в этот акт можно и скриншотить страницы. Да, как у нас? Стартовая страница. Да, с чего мы начинаем? Мы описываем этот путь в акте и его иллюстрируем скриншотами с экрана. Соответственно, следующую страницу мы видим, да, подотчет по всем инцидентам и описываем, что содержит эта страница. Открываем, попадаем именно в этот инцидент. Это все мы описываем в акте. В акте осмотра рабочего места соответствующего работника службы безопасности. Вот мы как раз вот дошли, открыли инцидент. Что было? Копирование на флешку. Описываем в акте полностью, что было скопировано, как он передавал эту информацию с одного носителя на другой. У нас здесь видно. У нас видно, виден файл, который был предметом копирования. Все это мы должны и сам файл распечатать и приложить в качестве приложения к настоящему акту. Видите, продолжая, мы вскрыли инцидент, мы посмотрели этот документ, открыли, который был скопирован и точно так же оформили скриншотом, но и еще распечатаем, чтобы приложить к акту. Этот снимок экрана нам как раз говорит о том, и для тех, кому мы будем представлять, этот акт говорит о том, с какого носителя, на какой он копировал и какой документ. Последний артефакт, можно сказать, этого действия, именно вот фотография участника инцидента. Вот такая известная история, как нам ее оформлять. Диаграмма связи, вы сегодня говорили об этом, когда вдруг зафиксировали какую-то необычайную активность работника с тем лицом, с которым он не должен был бы общаться. И ровно так же оформляя акт присутствия двух лиц, мы проходим в скриншоте и описывая полностью весь ход, что у нас написано, что мы видим на данной картинке, мы все это вносим в акт, и доходя сюда, мы тоже описываем, что зафиксировано, что именно этот работник, под которого выделен определенный адрес, у него есть определенная учетная запись, общался с такими-то лицами, по таким-то каналам связи, и, естественно, описываем ту динамику его общения, и почему она нам оказалась подозрительной. Вот исходя из того, что вам рассказала, хочу уделить особое внимание вот этому делу, которое было рассмотрено в Ярославле, и которое я привожу пример всегда для своих доверителей, которые интересуются, а насколько законно то, что происходит постоянное контролирование деятельности работников, а возможно ли это, а есть ли у полномочий, у службы безопасности вообще проводить такие расследования, кто не такие, корпоративная полиция или нет. И в данном случае как раз вот была установлена ДЛП-система Закурион, и работодатель в судебном заседании описал полностью, вот это видите, выведен специальный текст, вам будет, видимо, передана презентация, как они описали именно суть своей системы, для того, чтобы судье, который ничего не понимает в вашей области, было понятно, то есть с вашего языка на русский юридический. Было указано, что для каждого работника был предоставлен определенный доступ, была создана учетная запись, что была зафиксирована загрузка, использование, хранение файлов неотносящихся производственной деятельности. Работнику вручено уведомление о проведении службы безопасности проверки им информационной безопасности. Наложено дисциплинарное взыскание и снижен размер премии на 10%. За что? Да, работник в рабочее в служебное время, можно следующий слайд, пока я говорю? Работник в служебное время посещал развлекательные сайты. И он, в общем-то, был возмущен тем, что в отношении него проводилась служебная проверка. Его доводы были, что об этом не было известно. Да, вы здесь приложили к своим каким-то актам непонятные мне распечатки. Служба безопасности взяла на себя функции полиции. При проверке использовались технические средства и методы скрытого непрерывного контроля за работником, что нарушает, вот это прям цитируем его, что нарушает его право на неприкосновенность частной жизни. И действиями работодателя по незаконному вмешательству в его личную сферу по созданию атмосферы слежки и доносительства ему причинен моральный вред. При этом работодатель убедил суд именно на основании своих нормативных актов, что было запрещено работнику, какое ему выдавалось оборудование. Кроме того, в суд были представлены материалы служебной проверки, которые как раз, как мы говорим, начались с служебной записки службы безопасности. Было вынесено соответствующее распоряжение руководителя на значение проверки. Было представлено в суд положение об отделе безопасности, в котором вы как раз и фиксируете, что у службы безопасности есть такое право именно заниматься такими задачами. Неважно, касаются ли они профилактики или уже подозрений и вообще охоты за инцидентом. Как я и говорила, был приложен акт осмотра с распечатыванием файлов и копированием их на диск с подписями присутствующими. Помните, мы видели эти замечательные картинки, скриншоты. Мы скриншотили их в акт, но также эта же комиссия их скопировала на диск, который был опечатан именно подписями тех, кто участвовал в внутреннем расследовании. Именно этот диск потом предоставляется суду, чтобы суд сам мог убедиться, что вся эта информация, которая отражена в акте, вот она была, присутствие этих лиц, скопированы. Как правило, суд и допрашивает в качестве свидетелей тех членов комиссии, которые участвовали в внутренней проверке. И вот здесь видно, что в данном случае был и опрошен сотрудник службы безопасности, работодателя, который рассказал, как это все происходило. То есть вот нам это кажется обычным. Ну что такое? Ну да, была служебная проверка, ну да, он ее проводил, ну да, вот он знал, что там было. Зачем его в суд тащить? Так это же доказательство, Это процессуальное действие. Процессуальное действие, что? Опрос работника – это доказательство, не процессуальное действие. Нет, это доказательство самое настоящее. Его показания, которые фиксируются в протоколе судебного заседания, два доказательства. Его доказательства, когда он нам дает опрос, да, дает объяснение в ходе служебной проверки либо адвокату, либо полномоченному лицу письменный текстового объяснения является доказательством, ничем иным. И поэтому не нужно, всегда кажется, как много нужно это всякие ерунды, какая-то вот эта вот профанация, эта вся эта проформа, никому это не нужно. Нужно. Вот это та ситуация, когда маслом кашу не испортишь. Все фиксируем, все пишем уполномоченными лицами. И тогда мы будем уверены, что мы выиграем в суде, либо возбудим уголовное дело, если причинен серьезный ухерб. В этих делах здесь и есть уголовное дело, разглашение коммерческой тайны. Есть ситуация, когда работник предприятия скопировала конфиденциальную информацию на свой личный носитель, флеш-носитель. И это было зафиксировано, и она была поэтому уволена, потому что информация была достаточно чувствительна, конфиденциальна. И ее доводы о том, что это мой личный, я не использовала, собственно говоря, были проигнорированы судом. Сосылка на конституционный суд, который для вас, наверное, имеет значение, сделал два вывода. Мы можем использовать и наказывать наших работников за копирование даже на свой личный носитель информацию, только в том случае, если мы сами работодатель предпринял все меры для того, чтобы он этого не мог сделать, чтобы был запрет. Да, чтобы мы указали ему, я тебе запрещаю пользоваться, я владелец этой информации, тебе нельзя. Если мы этого не сделали, то работник вправе пользоваться этой информацией, копировать ее на свои носители. И она выбывает из обладания владельца информации. У нас на самом деле все сейчас очень достаточно сложно, непредсказуемо, и любые задачи можно решать, на мой взгляд, только комплексно, разными специалистами. И вот в данном случае это комплексное решение, когда в одной команде работают и IT-специалисты, и детективы, и бухгалтеры, аудиторы, и адвокаты. Само по себе вот что-то вот, да, вот вы сделали, зафиксировали инцидент. Вы не сможете без определенных знаний его… Я перебиваю предварительно, вообще как бы DLP-система должна быть документирована, документирована, юридически обоснована, юридической службой предприятия. Само собой. Конечно, это само собой. Мы об этом забываем, а потом, когда возникают уголовные дела, у нас просто там… Нет, я сейчас хотела сделать акцент не на том, что вам ее нужно имплементировать, а что вам сделать с теми инцидентами, да, которые вы депрессировали. Предварительно она должна быть правильно юридически оформлена. Априори. Само собой, разумеется. Вот это даже не обсуждается. То есть, если есть по этому поводу вопросы, я, значит, как бы… Елена Геннадьевна, большое спасибо. Да. Елена Геннадьевна, большое спасибо!